здравствуйте дорогие подписчики а также зрители канала лайв таро меня зовут надежда и сегодня я сделаю общий онлайн расклад для сложных отношений для того чтобы разобраться что происходит в чем причина что можно сделать и перспективы ближайшие перспективы на ближайшие месяц полтора и перспективы на отдаленное будущее примерно в полгода также сразу хочу оговориться в связи с тем что предыдущее видео тоже было посвящено сложным отношениям и был комментарий что все четыре расклада жуткие да человеку видео не понравилось вот поэтому я тут хочу сразу пояснить далеко не всегда даже не в самых сложных отношениях все развивается гладко ровно и так как нам хотелось бы к тому же такое видео было сделано именно для отношений в которых реально один из партнеров встал в состоянии выбора что делать потому что дальше уже невозможно перспективы сводятся к некоторому нулю вот и партнер встал перед выбором что делать либо дальше тянуть без особых перспектив вот либо все таки бросить партнера до для того чтобы лично самому себе построить свое собственное счастье если не получается вдвоем и неправ был комментатор сказав что все четыре расклада жуткие один из раскладов был довольно таки довольно таки позитивный но с одной оговоркой что в отношения нужно вложиться вложиться таким образом чтобы поменять самого себя поменять свое мышление и зачастую отношения это в любом случае работа эта работа над собой в том числе потому что мы взаимодействуем с другим человеком и зачастую для того чтобы отношения как-то выровнялись нужно что-то поменять в себе и но если вам не нравится такая позиция что вам нужно что-то менять в себе а кто-то вам должен ну то повы то конечно для вас расклады покажутся жуткими сегодняшний расклад называется темное сердце нашла я его на просторах интернета авторство я не знаю но расклад мне понравился и хочу вам предложить его к анализу чтобы разобраться в сложных отношениях позиции будет 4 загадывайте для себя либо позицию либо выбирайте карту и будем разбираться так первая позицию обычно я расклады не озвучиваю я имею ввиду сам позиции самого расклада потому что есть мои личные расклады которые были позиции были придуманы мной вот отработаны мной и они работают только у меня но я так думаю да что не работает только у меня это мои личные наработки поэтому я их не озвучиваю так как данный расклад другого торолога позиции я буду озвучивать все позиции вы услышите так я надеюсь вы сосредоточились выбрали загаданного человека выбрали позицию либо карты и либо карту и начинается либо карта да что если вы загадываете сразу нескольких людей не советую в данных раскладах загадывать больше двух позиций три но это наверно максимально вот 12 вот самый оптимальный будет вариант одного двух партнеров и также хочу напомнить что все расклады они действуют на тот момент в который вы смотрите до независимо от того сколько месяцев либо лет был снят расклад для вас он действительно здесь и сейчас смотрим позиция номер один и позиция номер один в раскладе на первая позиция говорит сердце что происходит в отношениях в отношениях наступил кризис в отношениях наступил крах отношения дали трещину как правило башня всегда предупреждает о том что наступает очень сложный период когда все может разрушиться до основания конечно можно латать вот но тем не менее в данный момент ситуация сейчас в отношениях не самая приятная а посмотрим что будем что что будет происходить да что что с этим делать итак главная проблема по которой случилась данная ситуация посмотрите вы слишком наверное по детски да смотрели на данные отношения вы не замечали какой-то ситуации либо какой-то проблемы которая назревала 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 вы находились в состоянии эйфории вы находились в состоянии счастья и назревающую проблему вы просто-напросто в таком вот состоянии пребывания в розовых очках вы ситуацию проблему да вы сами просто не смогли обнаружить тут вашей вины нет да потому что вы наслаждались отношениями вы находились в состоянии гармонии в состоянии счастья вот и проблема наступила да и вовремя она замечена не было чтобы ее можно было предотвратить на корню либо начать решать ее тут же корень проблемы что вызвало негатив ну смотрите четверка пентаклей это карта жадности да когда если в отношениях с человеком да вот мой 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 только мой никакой свободы никакого шага влево шага вправо да вот ты мой и будь только моим меня не волнует ни твои друзья меня не волнует ни твои какие-то обязательства меня не волнует то что ты хочешь ты мой будь добр отдавать все мне 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 корень ваша вашей проблемы да то что вызвало негатив вы слишком скажем так забаррикадировали человека от окружающего мира да когда человеку стало тесно когда человек почувствовал себя настолько что его сжали что повлекло за собой ту ситуацию которую мы имеем на данный момент конечно вам было хорошо да вам человек дорог вам человек для вас человек любим и конечно не хочется своим счастьем делиться с кем-то но так как эта позиция легла в негативном аспекте да то тут вы переборщили со своим вниманием переборщили со своей заботой переборщили со своей жадностью да как тот голем моя прелесть да и никому не отдам здесь была некая ваша такая стратегическая ошибка что держит вас вместе никто из вас сейчас проблему не решает да вы сейчас ситуацию как я понимаю по данной карте просто пустили на самотек оставили буквально да вот по названию в подвешенном состоянии каждый из вас показывает что я жертва сложившейся ситуации и никто не пытается понять другого никто не пытается проблему решить никто не пытается себя не поменять не изменить и поэтому на данный момент отношения рушатся да перспективы хорошей в данный момент здесь не видно вот но тем не менее каждый из вас да не пытается как-то ситуацию взять в свои собственные руки чтобы как-то ее наладить чтобы как-то ее поменять что вас разъединяет что вас разобщает ну вот опять же смотрите каждый из вас вот либо кто-то конкретный чересчур требует от другого эмоции давай мне давай а судя по тому что каждый из вас ничего не пытается делать для отношений получается что каждый из вас ждет от другого эмоции ждет от другого поступка и ждет что кто-то но не вы попытаетесь отношения сохранить попытаетесь отношения улучшить ждете эмоции да ждете любви и это вас разобщает в отношениях всегда нужно прежде всего давать и только потом ждать взамен а у вас обоюдное такое желание да дашь на дашь то если ты мне дашь то я тебе может быть дам да ты мне не даешь ну я тебе собственно не дам вот это ваша такая принципиальная позиция с обеих сторон каждый гордый каждый знает себе ценность ну отношения тем временем да пока вы ждете друг от друга внимание там любви ласки заботы отношения тем временем ухудшаются что вы можете сделать для изменения ситуации для того чтобы ее улучшить улучшить ну видите тут самый оптимальный вариант да как показывают карты это все таки несмотря на то что жалко все бросить да и человек вам дорог вот но самая лучшая ситуация тут наверное чтобы не мучить уже друг друга вот самый лучший вариант это уйти да тяжело да с тяжелым сердцем с тяжелой душой с невеселыми мыслями вот в данный момент да дать позволит да вот тому что происходит отношения нарушены да и до тех пор пока до фундамента они не разрушатся поправить здесь уже вряд ли что то можно к тому же и позиции видите пассивная рушится но никто из вас не пытается как-то скрипит да вы ждете обратную ситуацию что кто-то сделает а не вы вот и поэтому при такой позиции да вот при данном стечении обстоятельств вот все таки лучше именно для вас да чтобы ситуация как-то улучшилась вот тут я имею ввиду в эмоциональном фоне для вас как бы не было тяжело отойти вот и не оборачиваться да то есть тут не та ситуация что вы можете сманипулировать человеком сказать я ухожу но ты меня держи нет вы должны не ожидая что вас будут держать показать человеку что вам больно плохо но самый лучший вариант наверное оставить все как есть вот и выйти из отношений что произойдет само собой в отношении ну смотрите поскольку да здесь никто из вас не планирует что-то делать да поскольку карты советуют в данных отношениях все таки на данный момент уйти то само собой произойдет знаете какая-то новая симпатия какой-то новый флирт это какой-то новый человек скорее всего но также может произойти какое-то приятное событие которое поможет вам отвлечься приятное эмоциональное событие и это не будет зависеть от того сделаете вы какое-то усилие либо не сделаете как по данной позиции да это произойдет само собой ближайшие перспективы вашей пары это месяц-полтора смотрите каждый будет стоять на своем да каждый считает что мне не додали вот я тут больше прав и каждый из вас будет таким гордым индивидуалистом который будет стоять на свое мнение который будет думать о том что меня обидели я в этой ситуации прав и пусть для меня сначала что-то сделают а потом я уже подумаю и девятая карта девятая позиция точнее перспектива на отдаленное будущее около полугода перспектива вашей пары ну интересная кстати позиция смотрите эта позиция говорит о том что еще далеко не все в вашей паре закончится закончилось сложный момент и я даже я даже не исключаю такой ситуации что вы с этим человеком на какое-то время разойдетесь да будет некое отвлечение для вас либо для него вы найдете чем успокоиться найдете на что переключить внимание но к этому человеку вы еще вернетесь с этим человеком общение так или иначе будет то есть несмотря на кризис несмотря на то что отношения разрушаются несмотря на то что никто из вас не делает шаг на встречу друг другу а каждый стоит на месте ждет другого несмотря на это даже если вдруг вы поссоритесь и скажете все между нами точка этого человека в своей жизни не потеряете этот человек еще появится в вашей жизни а с чем появится с какими перспективами для чего появится будем смотреть либо на личных консультациях все контакты находятся под видео либо будем смотреть в общих раскладах чтобы понимать для чего он появился в моей жизни снова такая была у нас первая позиция смотрим позицию номер два что происходит в отношениях унылое состояние унылое состояние когда еще хорошее что то есть в отношениях но произошло нечто такое что не замечаешь того что сохранилось да пять кубков да два еще стоят целые да два еще стоят наполненные но тем не менее три перед человеком они разлиты и человек больше смотрит на них человек больше огорчается на то что уже потеряно нет желания повернуться назад чтобы посмотреть что есть же еще что то хорошее да может быть это хорошее вытянет ситуацию сосредоточение на своем внутреннем каком-то разочаровании в первую очередь да недаром же говорят что все хорошее забывается тут же стоит произойти чему-то негативному так же и в отношениях да когда человек нам делал что-то хорошее но стоит ему сделать нам какую-то гадость все хорошее тут же подходит на дальний план мы сразу начинаем видеть только негативное и на нем сосредотачиваться так и здесь и поэтому самое важное да что можно какой дать совет даже на самом начальном этапе расклада здесь в ваших отношениях еще далеко не все потеряно остановитесь да заблокируйте те негативные мысли которые вас сейчас накрывают обернитесь назад хорошее в этих отношениях еще есть только вы это не замечаете вы погрузились в себя и в таких грустных мыслях не хотите видеть плюсы вторая позиция данного расклада тьма да главная проблема по которой отношения стали сложными вы отдаляетесь друг от друга вы отдаляетесь причем да как эта карта без оглядки так и тут вам кажется что я сейчас отдалюсь и где-то там да на дальних берегах меня ждет что-то лучшее возможно так и есть возможно так и есть ну так как эта карта легла в позиции проблемы тут все-таки да как и в первой позиции да совет рекомендация обернитесь так и по данной карте не отдаляйтесь друг от друга посмотрите что вы еще можете дать друг другу уйти всегда можно да но вы не забывайте о том что когда вы сделаете шаг в сторону того чтобы уйти какие эмоции вы испытаете потом вы в любом случае проанализировав ситуацию поймете что было что-то хорошее за что еще можно зацепиться но вы уже будете на том берегу не отдаляйтесь проблема ваша в том что вы не хотите слышать человека да либо не хотите слышать друг друга каждое какое-то негативное высказывание либо по вашему мнению информация которая сказанная вам она не нравится она вас отдаляет друг от друга дальше и дальше остановитесь не делайте сейчас того что вы делаете есть в отношениях еще позитивные моменты за них можно зацепиться корень что вызвало негатив ну это знаете это во первых детская карта да что отношения скорее всего вы возможен да такой вариант что вы недавно познакомились и отношения еще незрелые и поэтому при начальных стадиях притирок всегда какие-то моменты пусть даже пустяковые они кажутся какой-то глобальной проблемой также эта карта может говорить о том что вы как личность либо ваш партнер как личность еще не зрелая и в связи с этим да у человека нету опыта для того чтобы мудро разобраться в ситуации для того чтобы мудро и свысока посмотреть на ситуацию и понять что все-таки негатив а что все-таки позитив детские детские карты в раскладах которые указывают на проблемы всегда говорят о том что вам не хватает мудрости вам не хватает житейского опыта возможно вы настолько увлеклись человеком настолько вы влюбились что появляются такие капризы детские которые по пустякам появляются всплески выплески которые также характерны детям на малейшую на пустяковую ситуацию и корень корень вашей проблемы все что вызвало это нежелание повести себя как взрослый человек так как здесь расклад во-первых общий во-вторых я не смотрю линию поведения каждого но вы знаете свою ситуацию вы в любом случае должны понять кто из двух вот ведет себя как ребенок которому еще учиться и учиться который жезлы это карта огня это импульс это желание взять и понестись но так как это ребенок он не может в полной мере оценить весь свой напор он не может в полной мере оценить масштаб бедствий который он может совершить это как ребенок с коробком спичек ему интересно зажечь да это что-то новое да это хочется попробовать но он не понимает что можно совершить да что может натворить очень страшный пожар вот так и ваше отношение да незрелость то есть вы что-то делаете но без четкого понимания того к чему это приведет и такие поступки и со стороны вашего партнера и со стороны вас они могут быть приводят к тому что случись какая-то даже пустяковая ерунда обиды я подвернулся я обиделся не подходи ко мне да я не буду тебе писать я не буду тебе звонить дальше 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 друг от друга что держит вас вместе ну смотрите вы в этих отношениях связаны и судя по колесу фортуни такая ситуация в ваших отношениях она уже повторялась да она периодически циклически повторяется да как зеркало случилось случилось когда-то потом повторилось сейчас снова повторилось и и и почему да почему эта ситуация повторяется да и что вас держит вместе ну тут во первых что наверное как так дети вы не можете разобраться в происходящем да и не можете решить возникшие сложности а во вторых у вас в силу тех или иных причин нет ресурса для того чтобы либо порвать отношения вот либо что-то сделать дальше и видите тут даже восьмер восьмерка мечей да это карта когда выход из ситуации есть но только человек связан да у него связаны руки у него связаны глаза но тем не менее ноги есть да и выход есть но тем не менее человек не видя перед глазами ничего не понимают что как-то выход из этой ситуации есть тут возможно даже кармические отношения потому что колесо фартона часто указывает на такие отношения что пока вы не разберетесь да пока вы не сделаете вот этот шаг вперед да пусть даже с завязанными руками пусть даже с завязанными глазами но ситуация не решится да где-то есть какой-то затык в проблеме который вы не видите и поэтому ситуация повторяется 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 потому что урок не пройден и но вы его должны пройти вот это вас и не отпускает друг от друга либо не дает полноценно наладить отношения поэтому тут либо кармическая либо кармическая какая-то ситуация да вот либо вы не не можете мудро посмотреть на все трезвым взглядом таким объективным вот и понять что же вам мешает что вас отдаляет ну то даже уже по двум первым позициям да уже видно третья в помощь да что не можете сначала смотреть на плюсы а при возникших проблемах вы все-таки ставку делаете на негатив что вас разобщает разобщает вас то что каждый придерживается своих взглядов каждый придерживается то есть вы смотрите с человеком в разных направлениях для вас одно составляет ценность для него другое составляет ценность и каждый за свое мировоззрение держится 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 и посмотреть на ситуацию со стороны да с точки зрения вашего партнера либо вы не хотите либо партнер не хочет либо вы вместе не хотите да каждый держится за свою собственную картину за свои собственные принципы за свое собственное мнение это вас и отдаляет друг от друга что можете сделать лично вы для того чтобы поменять ситуацию в лучшую сторону после пожа да в системе таро следующая карта по старшинству это карта рыцаря да то есть по иерархии если смотреть да это карта более старше и поэтому тут говорится о том что в первую очередь вам нужно повзрослеть да да вам нужно заставить себя стать более мудрым человеком в отношениях а также это карта того что взял и помчался да навстречу человеку да навстречу каким-то его желаниям навстречу каким-то его представлениям и если говорить кто вам в этой ситуации помощник в этой ситуации помощник вам только вы сами у вас есть некий ресурс за который вы можете взяться чтобы поменять в лучшую сторону как изначально я и говорила что есть тут перспективы в отношениях даже на данный момент и ситуация полностью в ваших руках набравшись смелости посмотреть объективно на ситуацию возможно вы и поймете что вас держит да что вас связывает по рукам и ногам возможно вы поймете причину вот этих вот циклических повторений что вас держит друг с другом набирайтесь смелости для того чтобы посмотреть ситуации в глаза также наберитесь смелости отпустить немножечко свои принципы да сложно да мы все люди гордые у нас есть какие-то свои собственные позиции относительно той или иной ситуации свои собственные взгляды но попытайтесь встать на место другого человека и вы сможете вы сможете наладить отношения вы сможете посмотреть на ситуацию несколько по другим углом который позволит вам распутать вот этот вот узел что произойдет в отношениях само собой да собственно ничего если вы ничего не будете делать либо будете что-то делать ситуация меняться кардинально против вашей воли она не будет то есть сейчас все шансы в ваших руках каких-то форс-мажорных ситуаций которые могли бы пошатнуть данную картину не произойдут то есть сейчас все козыри находятся в вашем рукаве доставайте пользуйтесь и меняйте ситуацию чтобы в отношениях произошли позитивные изменения повешенные видите она карта такая она зачастую негативная потому что это подвешенное состояние да это такое некое болото когда неплохо но и нехорошо все стоит на месте и в вашем да в вашем конкретном случае вот эта карта все-таки положительная потому что форс-мажорных ситуаций в ваших отношениях которые могут нарушить вашу стратегию если вы решите я извиняюсь если вы решите действовать не если вы решите действовать ничего вам мешать не будет берите ситуацию в свои руки и решайте ее ближайшие перспективы вашей паре на ближайшие месяц полтора ну смотрите ваше отношение кроме того что каждый из вас зациклен на самом себе также ваше отношение есть вмешение посторонних людей это могут быть любовные треугольники это могут быть любовные четырехугольники и если именно вашей ситуации да это ситуация любовного треугольника либо любовного четырехугольника то ничего не поменяется да люди как были в вашей жизни так они и будут как они влияли на ваше отношение на вашу пару так они и будут влиять и никуда вы от этого не денетесь сейчас посмотрю перспективы в отдаленное будущее потому что данная позиция учитывая что здесь вышло две фигурные карты противоположного пола также может говорить о том что все таки в один из моментов наплевав на то что есть что-то хорошее в паре каждый из вас разойдется и найдете себе новых партнеров посмотрим девятая позиция перспективы на отдаленное будущее вот опять у вас люди 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 ну смотрите наиболее конечно вероятное развитие ситуации в вашей паре что отношения как-то резко закончатся из-за того что вмешаются посторонние люди это может быть вы встретите нового человека который вам даст больше чем ваш нынешний партнер возможно это ваш партнер встретит нового персонажа которым заинтересуется вот но во второй позиции видите тут нету желания да нету желания сохранять отношения отдаляетесь дальше дальше друг от друга цепляетесь за свои принципы вот вы не понимаете друг друга в любом случае таро это никогда не приговор да это один из вариантов того как могут развиваться события если ничего не делать да если все оставить так как на данный момент то ваша перспектива такова если есть большое желание что-то поменять то у меня есть два варианта да самая первая вот самая надежная это личные консультации в которых смотрим можно ли же все-таки что-то поменять если можно то как вот либо все-таки бывает такое да что бы мы не делали отношения обречены на провал вот и цепляйся не цепляйся да в перспективе у каждого из вас своя дорога свой путь вот и зачастую конечно счастливее нежели здесь здесь вы оба сейчас грустите да вы оба страдаете от отношений и поэтому я сказала да что торонний приговор что делать вам в этой ситуации смотрите либо отпускайте ситуацию либо как-то действуйте вот если действовать вот то я сказала когда это либо общие расклады следующие либо личный просмотр не настаиваю на своей кандидатуре но тем не менее такая была вторая позиция рассмотрим позицию номер 3 сердце что происходит в отношениях ну в отношениях сейчас либо это новое знакомство либо это новый виток отношения флирт романтика когда флюиды когда что называется химия между людьми приятная довольно таки тут конечно могут быть и проблемы в отношениях я еще не встречала таких отношений где всегда все ровно всегда гладко где каждый партнер доволен в любом случае бывают какие-то сложные ситуации которые одного либо второго партнера заставляют переживать да грустить плакать возможно вот но все-таки плюсов каких-то ваших отношениях все же больше есть у вас тот зачаток который может перерасти в большое чувство здесь взаимное притяжение здесь взаимное такое стремление чаши это эмоции да паш это некий ребенок да то есть вы друг от друга в таком детском восторге вот и хорошего ваших отношений гораздо 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 больше нежели чего-то плохого главная проблема в отношениях тьма в отношениях ну как я говорила да что это скорее всего какие-то первые такие шаги это какое-то начало либо это совсем новые отношения либо это отношения сразу после ссоры примирения и когда вы понимаете что отношения налажены и не хотелось бы повторения прошлого также эта карта может указывать на том что проблема ваших отношений она завязана на каких-то материальных моментах возможно нехватка денег да возможно это какое-то перетягивание одеяло там дележка имущество здесь может быть все что все 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 что угодно да если в семье да на проблему падает данная карта то конечно это острая нехватка денег каждый из вас знает свою ситуацию да и я думаю каждый из вас понимает о чем говорит данная карта корень что вызвало негатив вашей паре какие-то кардинальные перемены что-то приходится оставлять потому что иначе невозможно также опять же да что скорее всего было какое-то у вас расставание либо серьезная ссора которая даже после примирения оставляет за собой некий осадок когда вспоминаешь смотришь на человека и становится как-то неприятно да это также страх что все это повторится вновь что все это закончится и что ты хочешь сказать не думайте об этом когда вы вспоминаете когда вы прокручиваете свое прошлое которое вам не дает покоя вы не можете спокойно жить настоящим вы не можете спокойно думать о будущем конечно самое важное это думать в настоящем да здесь и сейчас что я могу сделать сейчас хорошего что я могу отпустить чтобы мне в дальнейшем было лучше самые реальные самые правильные шаги это не те которые мы когда-то сделаем в будущем это те которые мы делаем сейчас поэтому не зацикливайтесь на том что было когда-то даже если это была не знаю там какая-то дикая ссора да если это было какое-то очень неприятное расставание если вы снова вместе значит старайтесь сделать так чтобы подобного не происходило не вспоминайте да не действуйте как в том анекдоте что ложечки нашлись а осадочек остался что держит вас вместе смотрите вы держит то что все-таки вы верите в светлое будущее и держит то что вы не можете друг от друга оторваться надолго вы как два магнитных которые притягиваетесь друг от друга также по этой карте вы можете друг от друга немного отойти на расстояние например произошла ссора да вы на какое-то время создали вакуум в общении вот и это помогло вам в дальнейшем забыть какие-то обиды вот и и ну снова начать какой-то диалог в вашей позиции да шестерка мечей неплохая карта которая говорит о том что вы можете думать о хорошем даже находясь на расстоянии друг от друга часто бывает так да как мы видели в предыдущей позиции что в первую очередь вспоминается негатив здесь же нет вы на расстоянии не накручиваете себя как это часто бывает да а стараясь как-то упорядочить свои мысли успокоиться для того чтобы можно снова было нормально коммуницировать с загаданным вами человеком что вас разобщает с загаданным человеком тут может быть многое тут может быть и алкоголь тут может быть и праздный образ жизни когда допустим ваш партнер в приоритет ставит своих там друзей пьянки гулянки это также может быть и абсолютная пассивность человека когда допустим человек не работает и сидит у вас на шее это может быть так же когда человек даже если и работает но придя домой ничего не хочет делать под предлогом я устал и помогать я тебе не буду причины тут у каждого могут быть разные да то что подходит именно вам я думаю знать да либо алкоголь да либо разный образ жизни либо пассивность со стороны вашего партнера что вы можете сделать для изменения вашей ситуации в лучшую сторону набраться мудрости иерафант это карта мудрых людей это карта людей которые мало того что сами знают много также они могут и других направить на праведный путь на более даже не на более легкий путь а на путь который пусть будет даже и сложный но он выведет в хорошее русло наберитесь мудрости также также это и брачная карта которая говорит о том что у вас в отношениях с партнером возможно настал такой момент когда либо расставаться либо жениться если вы официально заключать брак если вы не расписаны бывают такие ситуации таких много что после определенного количества времени для кого-то это месяц для кого-то это года да ситуация складывается таким образом что в том состоянии в котором сейчас отношения поддерживать невозможно и нужен какой-то кардинальный шаг либо кардинальный минус расставаться и каждой своей дорогой либо кардинальный плюс узаканивать отношения либо сходиться жить вместе с перспективами для построения семьи ну либо банально да самое первое да что тут может быть набраться такой житейской мудрости быть более таким благосклонным к человеку чувствовать его понимать советовать во всем помогать но тут больше помогать все-таки не физически вот а все-таки эмоционально ментально что произойдет само независимо от вашего участия и от вашего влияния ну ссоры будут ссоры будут и так как в этой позиции да были подозрения на то что алкоголь тут играет какую-то свою роль дьявол тоже говорит о том что это некие пагубные привычки это некие грехи наши это некие наши желания которые нравятся нам но не нравятся окружающим либо нравится нам но действует деструктивно на нас принося вред поэтому само собой все все равно тут будут происходить стычки ссоры скандалы потому что партнеру будет нравиться либо вам будет нравиться а другой будет возмущаться по этому поводу пока тут в данный момент избежать каких-то ссор конфликтов не получится а учитывая что есть такой вариант что вы уже расставались и помирились то может назреть снова такая ситуация очень такая жесткая и неприятная когда эмоции будут полыхать так что не подходите близко ближайшие перспективы вашей пары на месяц полтора опять мишени посторонних каких-то людей но смотрите если мы говорим о том что если трактовать эту карту не как фигурную да не как какое-то лицо хотя для меня если выпадают фигурные карты то в подавляющем большинстве случаев для меня это все-таки некие посторонние люди которые вмешиваются но если же все-таки подталкиваться почему-то мне хочется да чтобы такая информация такая идет что тут может быть все равно да иерафант мудрость а королева жезла это дама такая у которой все по порядку у которой книжки расставлены в нужном порядке которая знает сколько у нее этих книг которая импульсивная но она знает что она делает это дама которая интуиции обладает которая если что-то делает она знает для чего это делает если ей для того чтобы дополнительно подчеркнуть какую-то информацию то она знает где эту информацию взять потому что у нее порядок в голове у нее порядок в доме да у нее порядок в окружающем мире она видит четко что где когда зачем и почему доложу все-таки дополнительную карту чтобы посмотреть что это все-таки вмешение посторонних лиц здесь будет либо все-таки этого вам нужно набраться качествами королевы жезлов нет это все-таки вам нужно набраться качествами королевы жезлов и тогда порядок более-менее да подконтрольный вам в отношениях наступит то есть ситуацию как дама жезлов держит свой жест жезл да как маг держит свой жезл она будет в ваших руках эта дама конечно импульсивная но какие-то выплески своих таких вот эмоций вот у нее в любом случае под неким таким ее контролем что если она психанула то она не потому что она там капризная барышня да как допустим дама кубков вот а потому что была на то причина поэтому ближайшие перспективы вашей паре это задача номер один взять ситуацию под ваш личный контроль не перегибать палку если ругать то только за дело и если ругать человека то с с аргументацией да что ты сделал неправильно тут неправильно тут неправильно тут давай я тебе помогу разобраться да иерафант нам тоже об этом же говорит что вы должны человеку быть мудрым наставником помощником советчиком помогать ему с советом да вы будете помогать ему как-то действовать и смотрим перспективу вашей пары на отдаленное будущее ну я думаю вы все-таки научитесь мудрости потому что в отношении ваших в отношениях было уже много чего данных для анализа вас хватает чтобы посмотреть что приводит к ссорам что приводит к стычкам вы найдете к человеку подход вы сможете с ним взаимодействовать вы будете ему мало того что советчиком так еще и помощником таким бескорыстным в целом по третьей позиции ваша перспектива с человеком очень очень неплохая что делать в этой ситуации какие-то советы я вам сказала подумайте подумайте и ситуация в ваших руках вот вы справитесь такая была у нас третья позиция и смотрим позицию номер 4 сердце расклада что происходит в отношениях в отношениях происходит недоверие паш мечей это шпион в первую очередь это недоверие это подозрение это некие слежки это состояние постоянно быть на чеку это состояние когда вы ждете какого-то подвоха и чтобы этот подвох не случился вы постоянно как напряженная струна вы ждете 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 негатив когда люди находятся в подобном состоянии в эмоциональном транслируя данное состояние во вселенную будьте пожалуйста начеку в том контексте что когда мы транслируем определенное состояние мы вселенная показываем что мы к этому готовы дай нам дай нам поэтому вашей ситуации нужно несколько расслабиться возможно там и нету ничего такого мы посмотрим дальше чтобы заставляла вас вот так вот эмоционально себя возбуждать да чтобы не доверять человеку чтобы отслеживать чтобы буквально под лупой там каждый его шаг сейчас посмотрим конечно главная проблема в отношениях ну смотрите главная проблема что вроде бы все есть да вроде бы все есть мир на ладони но что-то не радует да хочется чего-то нового хочется каких-то невероятных вещей хочется каких-то невероятных поступков все что можно было партнер вам продемонстрировал либо вы уже партнеру продемонстрировались и случилось такое некое насыщение которое и явилось проблемой в ваших отношениях корень что вызвало негатив ну вмешение посторонних людей конечно да здесь мне даже не хочется говорить что это какая-то лишняя трепка языком как любит король чаш да это такой повесить лапшу на уши вот ему совсем не проблема вот и причем такими объемами что мало кто кто еще сможет тут больше что наобещать могут кучу разного почему-то прервалось видео вот но далеко не каждое обещание будет выполнено поэтому вы имейте в виду что эмоции такие люди дают очень много да и с этими людьми там хочется витать в облаках вот короли чаш да они способны они словесно мир под ноги постелят они словесно звезду с неба достанут но когда наступает такой момент что свои слова им нужно подтверждать вот тут-то и начинаются самые главные проблемы поэтому фильтруйте все что вам говорит тот человек у которого захотелось получить фееричных эмоций если же это ваш партнер пошел за фееричными эмоциями вот тут пол вот не совсем так играет роль да тут может и мужчина встретил женщину которая испытывает эмоции точно так же и мужчине хочется предупредить что если он встретил даму кубкового эмоционального фона вот то ему придется довольно таки туго вот эти барышни и капризные и заносчивые и хотя что было сладко мягко вкусно красиво вот довольно таки требовательные для них надо все делать смотрим следующую позицию что держит вас вместе вот несмотря на вот такое вот состояние да присыщение унылости постоянного напряжения внутреннего подозрения что вас держит вместе да невозможность пока выйти из этой ситуации ни вы ни человек выхода из этой ситуации пока не видит то ли обстоятельства складываются так то ли нет физических сил и физических возможностей из этой ситуации выбраться поэтому вы и вместе нет возможности нет тут возможности то есть да что у человека ноги то не связаны несмотря на то что руки глаза не руки не двигаются и глаза не видят да тут стоит сделать шаг вперед вот и вот он выход из этих мечей да выход открыт вот но этого пути вы не видите вот вам страшно делать шаг вперед ну собственно я извиняюсь пришлось прерваться закончилось видео на карте памяти закончилось место на карте памяти ну продолжим да внешние либо внутренние обстоятельства какие-то держат вам вместе не позволяя вам да как-то либо разойтись либо наладить вашу ситуацию что вас разобщает постоянное какое-то выяснение в отношении это борьба это причем не один нападает на другого да а это как-то вместе напали друг на друга да и такая драка произошла много ссор много конфликтов много выяснения возможно да причина это тут объективные да что если есть наличие третьего человека то конечно будут ссоры будут претензии будут скандалы но тут нет тут я не вижу такого что один нападает а второй как-то ну пытается оправдаться нет один напал второй в ответ спуску не дается никому что можно сделать для изменения ситуации ну как-то что-то кардинально менять тут в любом случае в том положении в котором находится данная ситуация оставлять ее нельзя да тут либо расставаться с человеком и заниматься своей собственной жизнью либо какие-то кардинальные перемены делать в себе вот либо человека толкать на такие кардинальные перемены в том виде в котором существуют отношения они существовать не могут проблема не изменится тут нужны такие жесткие кардинальные шаги что произойдет само собой по независящим от вас причинам а вы знаете как-то ситуация она все равно устаканится она зайдет в такую затяжную фазу стабильности и вы увидите что ситуация устаканилась как-то все успокоилось и каких-то таких жестких острых моментов выяснения отношений претензий взаимных не будет как-то в стагнацию в какую-то такую стагнацию в здоровую войдет когда можно будет что-то решать даже если состояние в состоянии стагнации со знаком минус когда вы будете понимать что там есть но даже наличие постороннего лица саму ситуацию как-то приведет в такое устойчивое положение когда вы сможете как-то разобраться как-то понять что вам в этом делать сейчас посмотрим дальше но видите тут позиция что произойдет само собой то есть до того как вам нужно будет действовать до того как вам встанет необходимость принимать какие-то действия да ситуация устаканится успокоиться и каких-то неожиданных неожиданных моментов в ней возникать не будет и тогда вы уже спокойно с трезвой головой сможете принимать для себя какое-то личное решение перспективы ближайшие вашей паре на месяц полтора все равно обострение ситуации в ближайший месяц да спокойно не будет как вы находились в этом мечевом состоянии да так вы и будете причем тут знаете как тут будет появление каких-то новых острых ситуаций это появление новых неприятных моментов да то есть начнутся либо вскрываться какие-то подробности вот либо какие-то неприятности будут в отношениях случаться что будет неприятно да то даже может быть вплоть до того что это может быть и разрыв какой-то это может быть и вакуум в отношениях да когда поставлено многоточие но друг с другом вы не общаетесь тут может быть все что угодно да туз мечей такая карта которая может быть что можно ругаться 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 но тем не менее как-то продолжать а может говорить и о том что вот раз вы оборвали вот и все в любом случае кардинальные перемены вам нужны в отношениях в любом случае да либо расставаться и уже все да не ждать человека каких-то перемен либо действовать менять формат ваших отношений менять стратегию поведения вашу конечно в первую очередь но и тут с партнером нужно будет поработать посмотреть если партнер ваш недоволен отношениями с вами да что его присытило посмотреть как как разнообразие да что можно внести такое что снова разожжет страсть в отношениях что можно внести такого что снова в отношениях будут интересными фееричными что и не захочется смотреть в сторону других людей перспективы на отдаленное будущее на полгода на ближайшие но все равно да опять же здесь мне хочется говорить что будет некое вмешение все-таки третьих лиц вот но человека вы не потеряете человека на ближайшие полгода вы не потеряете к тому же у вас здесь может появиться какая-то совместная цель может быть что-то купить либо куда-то съездить что-то что-то сделать вместе что-то вместе начать расставание в ближайшие полгода окончательного в данной паре не вижу но ближайшие месяц полтора отношения могут быть на грани разрывов вплоть до того что вы можете на какое-то время прекратить общение вот но но в дальнейшем вы с этим человеком сделать какие-то первые шаги как минимум первые шаги на встречу друг друга вы в любом случае сделаете то спинтакли это единичка да это начало это импульс это первые шаги какие-то это первые действия первые решения а пентакли это вообще материальная карта да первые шаги любой любой материальной направленности которые могут вас объединить да банально там вы сделали человеку подарок например на день рождения вот и это дало повод там человек вам сделал подарок вот пригласили куда-то друг друга вот это будет таким первым шагом для того чтобы снова начать отношения ну а на сегодня все вот видео было длинным но я надеюсь полезным да даже памяти мне не хватало на камере вот ну надеюсь что все хорошо что все что нужно было для вас вы услышали да ту информацию которая натолкнет вас на размышления вот думаю вы нашли в данном раскладе в любом случае жду комментариев обратные связи которые мне всегда очень дорога вот ну а на сегодня все до встречи в новых видео пока 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 прочитаю